Приветствую вас! Исходя из того, что вы написали, могу сделать вывод, что поскольку вы доказали девушке, что не брали ей, да, то есть показали, что вот то, в чем она обвиняла вас изначально, было неправдой, и она все равно продолжает себя с вами так вести, можно сделать вывод, что их чувства к вам просто остыли. Вначале что-то было, была, скорее всего, страх, было, скорее всего, некая влюбленность, а теперь эта влюбленность прошла, нового ничего не осталось. И вы, так как ваши чувства более сильные, более устойчивые, продолжаете к ней по энергии стремиться. Но правда заключается в том, что на данный момент, если девушка резко понахладела, на данный момент, вы ее только лишь раздражаете еще больше. вы ее пока, вот какое-то время, на какое-то время, оставьте в покое. Не пишите, не звоните, не давайте никак отобеснать вам все. Видите, что человек не расстроен в сердце. Дайте ей немножечко времени от вас отдохнуть. Потом, вам нужно сделать следующее. Поскольку девушка, мужчина воспринимает, ну, вообще, любая женщина, мужчина воспринимает, как опору, как человека, на которого можно положиться, вам нужно ей это доказать, что на вас можно положиться, и что ваши слова не расходятся с делом. Как это осуществить? Вот вы, условно говоря, оставили ее в покое на какое-то время, не трогали ее, а потом напишите резко о том, что, вот, ты знаешь, я соскучился, я приеду к тебе, тогда-то, тогда-то, тогда-то. И все. Больше ничего писать не надо. Потому что, если вы просто перестанете ей писать, перестанете как-то с ней взаимодействовать, при этом останется незавершенность в отношениях, вот вы хотите с ней быть, вы думаете, что ее можно вернуть, у вас еще надежда есть. Ну, вы будете мучиться, это будет накладывать от причаток на вашу дальнейшую жизнь. Чтобы этого не происходило, ведите себя именно так. Дайте ей придохнуть недельки-две, а потом скажите-скажите, что приедете и приедете. Приедете, сведите весь день ей, пусть она будет у вас в центре внимания, пусть она чувствует себя самой красивой, единственной для вас. проведите с ней так день и посмотрите, как она будет на это реагировать. Если ее реакция будет положительной, значит у вас в действительности это возможно. Если ее реакция будет отрицательная, то есть вы увидите, что она по-прежнему так вот холодно, нейтрально, безразлично все воспринимает, то что вы делаете, то это означает, что у нее просто ушли чувства, и что бы вы ни сделали, это ее не расположит к вам. Тогда нужно понимать, что тот обман, та неточностка, клевета, которой она поверила в контексте вас, была лишь средством для того, чтобы с вами стать дальше. Она искала, она искала, ее все давно искала, в одном поводе для того, чтобы с вами расстаться. Но вот этот повод подвернулся, она им воспользовалась, и теперь уже не хочет возвращаться назад, потому что у нее нету тяги к вам. У нее нет желания быть с вами. Пожалуй, если обратиться к примерам подобного поведения, когда люди ищут повод как-то отдалиться, не нужно далеко ходить за этими примерами, и просто-напросто посмотрите на нашу политику, которая проводится в последнее время российским правительством. пример. Это так вот в качестве самого-самого общего примера. Ну, а на этом все. Завершая свой ответ, хочется сказать, что вам действительно стоит попробовать ее вернуть, но пробовать стоит не словами, не какими-то там смайликами, не переписками, а именно действиями. если девушка отреагирует на ваши действия негативно, это значит, что чувств у нее к вам уже нет давно, и пытаться завоевать ее бесполезно. Но максимум, что вы сможете добиться, чего вы сможете добиться, это того, что она будет с вами, вроде как, но при этом все равно будет скучать, смотреть на других мужчин, и вообще вести себя пассивно, а все, что вы делаете, будет выставлять так, как будто это надо вам, а ей вообще ничего не надо. То есть, например, подарили ей и вы ей цветы, она приняла их, но не спасибо вам ничего, просто тому, что вам это нужно. То есть, вы подарили ей цветы для себя, а ей это как бы не нужно. Такое поведение не нужно осознать, нужно понимать, что если человек реагирует так, значит, у него нет никакой эмоциональной тяги к вам. Ну, к этому надо просто спокойно отношиться, отпустить такого человека и жить дальше, но все-таки понимать, что вы не виноваты. Вы не виноваты, и вы сделали все, чтобы эти отношения сохранить. Но не вы, не мы, никто-либо еще не может заставить человека хотеть быть с вами. И нельзя заставить человека любить. У человека либо есть это чувство, либо его нет. Говоря о том, что вы знакомы давно, может быть, девушка думала, что раз она знает вас давно, вас это получится. Но она попробовала, и ей, возможно, не понравилось, она решила, что ошибла. То есть, тут уж момент, но думаю, что, скорее всего, все дело именно в отношении девушки к вам, и в этом нет никакой вашей вины. Если какие-то дополнительные вопросы вас оставят, буду рад ответить на них в личке. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего доброго и удачи.